всем привет я сегодня расскажу про то как устроен адрес sanitizer но прежде чем приступить к рассказу давайте расскажу что собственно будет начале вначале я расскажу что такое санитайзеры вообще и какие виды бывают и чем они характеризуются чем они отличаются от всего остального потом я расскажу про основную идею реализации адрес санитайзера то есть базовые идеи как он устроен потом посмотрим где лежит код адрес санитайзера если вдруг захочется самостоятельно покопать глубже где все это найти потом будет большой раздел заклада это про кодогенерацию специфичного для адрес санитайзера то есть будет несколько примеров посмотрим где что в компиляторе за это все отвечает и так далее потом немножко про рантайм потом немножко поиграемся со своим аллокатором и опять-таки с рантаймом потом если у нас вдруг останется время будет пример из жизни как фичи адрес санитайзера интерферирует с фичами C++. Пример любопытный. Дальше как у нас доклад организован вообще в принципе информации довольно много некоторые из них важны поэтому периодически я буду останавливаться и пытаться убедиться что кто-нибудь что-нибудь понял вот поэтому на таких слайдах в конце которых я буду останавливаться будет вот такая вот штука нарисована то есть это индикация того что сейчас я остановлюсь и послушаю вопросы и Тимур мне их озвучит вот но пока пока я тут говорю в начале в первых в первом вот в этом вот разделе я останавливаться особо не буду вот но чатике все равно смотрю я его вижу тоже поэтому если напишите плюсик в чатик те кто знает что такое общественный трейдер и там кто-нибудь пользовался чтобы понимать аудиторию собственно а пока вы пишете я собственно начну и так санитайзер это санитайзер это динамический анализатор кода динамически бывают анализатор кода динамические бывают анализаторы кода статически. Статически смотрят на ваш код, прям-таки на исходник, пытаются понять, что код делает и из этого устроят какие-то предположения, код правильный или неправильный. Такие анализаторы кода, например, CPP-чек или ПВС-студия, всем хорошо известная. Санитайзеры — это динамический анализ кода. Динамические анализаторы кода добавляют какие-то рантайм-проверки, ваша программа бежит там, где она бежит, и по пути там что-то проверяется. У плюсы динамических анализаторов что-нибудь точное. Ну, собственно, вот здесь написано, да, мною написано, что это рантайм-проверки различных антифайн-бехейвер. Динамические анализаторы, санитайзеры в том числе, они характеризуются высокой точностью, минимальным шансом false positive. Вот. Недостатки динамических анализаторов кода — это что он проверит только, он поймает ошибку, только если вот она вот прямо сейчас произошла. То есть какой-нибудь код, который никогда не выполняется, там ошибок никогда не найдет. Статические анализаторы там найти могут. Дальше. Санитайзеры организованы таким образом, что, естественно, есть накладные расходы во время исполнения программы, ну, потому что динамический анализатор. Рантайм-проверки, они никогда бесплатными не бывают. Бывают дешевыми, но бесплатными нет. Плюс санитайзеры имеют накладные расходы в compile-тайм. То есть, чтобы сэкономить и сделать более быстрым исполнением кода в рантайме, здесь используется инструментирование кода во время компиляции. Эта компиляция несколько замедляет. Иногда эта разница заметна, иногда незаметна. Допустим, thread sanitizer. Вы, скорее всего, никогда не заметите разницы в скорости компиляции. В undefined behavior sanitizer там много проверок и много инструментаций, поэтому вы, скорее всего, заметите. Итак, лозунг санитайзеров – это, по сути, make undefined behavior undefined again. Но не всегда. Не все они ловят, но, тем не менее, ловят очень многое. И еще одна важная цель, которую пытались достичь при создании санитайзеров – это достичь скорости исполнения вашего приложения, достаточного для полноценного тестирования. То есть, в отличие от Valgrind, где у вас скорость проседает в 20 раз, а иногда и в 200 раз, санитайзеров, в частности, адрес санитайзеров позволяет вашей программе бежать вполне приличной скоростью. То есть, скорость настолько приличная, что иногда это можно даже в продакшене, ну, маленький кусочек продакшена пропускать. Вот. Итак, какие санитайзеры бывают? В основном они реализованы в кланге и в GCC. Есть адрес санитайзер, который идет обычно в паре с лик-санитайзером. Такой дополнительный бонус. Адрес санитайзер у нас проверяет доступ к памяти, что, собственно, понятно из названия. Он следит за тем, чтобы вы не промахивались мимо валидной памяти. То есть, если вы куда-то вот буферу, переполнение буфера, вот это вот все, useAutoFree и так далее, это вот адрес санитайзера за этим следит. Дальше у нас есть thread-санитайзер. Thread-санитайзера ловит дедлоки и дата-рейсы. И есть undefined-behavior-санитайзер. Он всякие переполнения интов ловит и тому подобное. То есть, это тоже undefined-behavior, но тот, который адрес санитайзером не пойман. Есть memory-санитайзер. Ну, он так назван странным, но при этом он на самом деле ловит использование неинициализированных перемен. То есть, если память неинициализирована, а вы оттуда уже хотите читать, вот он тут вас за руку и поймает. Есть dataflow-санитайзер. Это не готовое решение, скорее фреймворк для создания собственных инструментов для анализа dataflow в вашем приложении. Но это еще не все. С недавних пор, где-то с конца или там с осени 19-го года у нас в Microsoft Visual Studio появился адрес санитайзера. Но есть несколько нюансов. Во-первых, под Windows нет лик санитайзера. То есть, совсем. Его нету не только под Visual Studio, его, в принципе, нету нигде даже. В кланге нету, потому что, ну, просто никто не написал. Я находил тикет аж от 16-го года, что, типа, давайте сделаем. Ну, Костя Серебряный говорит, а давайте делайте. Вот. Ну, но никто еще не сделал. В 18-м году кто-то поэкспериментировал, понял, что там сложно. Я, в принципе, даже понимаю, почему. Но лик санитайзер немножко за пределами текущего доклада. Но в дискуссионной я могу что-нибудь подрассказать. С мая этого года адрес санитайзера в 19-й Visual Studio работает по 64 бита. Ну, как работает? Плохо работает. То есть, Hello World с Остримом просто так не запустить. То есть, нужно немножечко пошаманить. MFC-приложение не работает совсем. То есть, внутренняя ошибка санитайзера происходит. Прямо при инициализации. Вот. Но обещают, что пофиксят к релизу. Ну, будем ждать релиза. Под 32 бита уже почти работает. Можно аккуратно пробовать использовать в... Ну, в продакшене, конечно, не надо вообще использовать пока что. Вот. Но, может быть, уже какую-то пользу может нанести, если у кого-то еще есть 32-битные приложения вообще. Вот. Microsoft почему-то в первую очередь фичи новые внедряет в 32-битные компиляторы. Не знаю. Почему? Такое ощущение, что 64-битные до сих пор в тестовом режиме. Вот. Но люди работают, и реально вот за полгода все стало сильно лучше. Ну, посмотрим еще через полгода еще будет. Так. Почему, собственно, этот доклад именно про адрес санитайзера? Потому что если у вас есть какой-то большой или не очень проект, и вы хотите начать внедрять санитайзера, чтобы поймать ошибки, которые там очевидно там есть, а в любом проекте есть ошибки, есть просто недодиагностированные проекты, недосанитизированные. Вот. Так вот, адрес санитайзера лучше начинать именно с адрес санитайзера, потому что он позволяет смешивать инструментированный и неинструментированный код. То есть у вас часть кода собрана с санитайзером, часть не с санитайзером, у вас не будет false positive при этом. С трет-санитайзером, например, такой фокус не прокатит, там надо пересобирать все. Он дает умеренную нагрузку на компилятор. Максимум, что я видел, на 20% замедлилась компиляция. Умеренное падение производительности. Ну, примерно раза в два у вас упадет производительность. Зависит сильно, конечно, от того, сколько вы аллокаций памяти делаете. Короче, чем чаще вы аллокируете память, что в принципе неправильно с точки зрения C++, тем у вас будет медленно. Если вы это делаете много, часто и с аркузом. И главное, что адрес санитайзера – штука довольно древняя, то есть это один из самых первых санитайзеров, поэтому он поддерживается очень древними компиляторами. То есть даже если у вас есть какой-нибудь замшелый GCC 4.8 или Clank 3.2, то вы все равно можете попробовать поиспользовать адрес санитайзера в своем проекте. Ну, то есть как бы не проблема. Так, я в чатике вижу некоторое количество плюсиков, а напишите минус, кто адрес санитайзера и вообще санитайзера не знает и не видел. И вообще первый раз слышать про эту тему, решили послушать. Вот, сегодня. Окей. И с адрес санитайзером у нас бонусом идет Geek Sanitizer, что тоже приятно, потому что утечки памяти, они сами по себе неприятны. А плюс, если в плюсовой программе есть утечка памяти, значит, не вызвался какой-нибудь деструктор. Если не вызвался какой-нибудь деструктор, в этом деструкторе могла быть какая-то нетривиальная логика. Таким образом, можно поймать с помощью Geek Sanitizer ошибки более высокого уровня. То есть у вас код не выполняется, который вы думали, что у вас должен выполниться. И, естественно, самая главная причина, что адрес санитайзера ловит самый неприятный и частый класс ошибок. Это, собственно, вот что он ловит. Он ловит useAutoFree, то есть удалили память, освободили память, потом к ней кто-то полез. HipBufferEverFlow, StackBufferEverFlow, GlobalBufferEverFlow. Это когда мы промахнулись мимо памяти какой-нибудь переменной, которая, соответственно, в куче, в стеке или глобальная. Он может ловить useAutoReturn. Это когда у вас ссылка или указатель на объект, который на стеке, утек куда-нибудь, все уже удалилось, этот stack frame помер, а кто-то туда полез. UseAutoReturn это то же самое, только внутри функции, когда у вас во внутреннем блоке уже освободилось все, уже переменная померла, а кто-то ее продолжает использовать. То есть деструктор вызвался, а использует все еще. Порядок инициализации глобальных переменных и, ну, мама реликвия, это понятно, это ElixSanitizer ловит. По умолчанию, если ничего не трогать, адрес санитайзера проверяет вот это, что осталось ярким. То, что стало блеклом, это выключено, потому что это дорого. То есть это в рантайме или в компайлтайме, что-то где-то здесь дорогое, поэтому по умолчанию это выключено. Но можно включить. Вот. Так, хорошо. И вот эти вот все ошибки, они настолько злобные, ну, настолько, что вот совсем недавно что-то писали про Microsoft, который думает, они перейти ему на Rust. Недавно был отчет по Chrome, хроме, может, там 70% ошибок, это вот оно. Вот. И на самом деле это болит очень давно. Болит настолько давно, что, чтобы избавиться от этих ошибок, придумали аж целый язык. Если у кого-то есть идея, что это за язык, можете написать в чатик. Да. И этот язык, это, конечно же, Java. То есть в 95-м году у C++ еще даже стандарт не вышел, а его уже пытаются убить. Потому что вот эти все ошибки и пытаются перетянуть плюсатых программистов на Java. А потом придумали C Sharp, а потом придумали D. и каждый этот язык, естественно, пытался решить вот именно вот эти проблемы. Но в том числе. И они все были нацелены на то, что именно на перетягивание C++ программистов. Потом придумали Go, потом придумали Rust. И все они абсолютно решают эту проблему. Окей, но C++ убить за 25 лет, по крайней мере, если считать первую попытку, это Java. Так никто и не смог. Поэтому C++ приходится как-то самому теперь решать эту проблему. Ну вот, примерно так он и решает. Написали плохую программу, собрали с санитайзером. Санитайзер нам сказал, что мы плохие. То есть тут видно, что вот у нас есть ошибки, что мы выбежали мимо памяти. У нас есть stack trace, где мы пытаемся к нему обратиться. То есть вот именно эта строчка плохая. Вот. И у нас есть видно место, где мы, собственно, эту память авоцировали когда-то. И еще адрес санитайзера этим не ограничивается. Он еще вот такую штуковину нам выдает. Что эта штуковина значит, я надеюсь, станет понятно ближе к концу доклада, если кто-то еще не знает. Хорошо. Основная идея адреса санитайзера, как же эта штуковина работает. Основная идея очень простая. Вот у нас есть обращение к памяти. Мы заменяем это обращение к памяти, мы перед ним будем вставлять вот такую проверку. Если у нас этот адрес не валиден, то есть память отравлена, тогда мы зарепортим ошибку и, вероятно, прекратим исполнение программы. Ну или не прекратим, если там настройки соответствующие есть. Если все хорошо, тогда мы просто сделаем с этой памятью что хотели. Проблема здесь ровно одна. Нам нужна быстрая функция использования. Ну это опять-таки решается довольно банально на первый взгляд. это можно просто взять и выделить область памяти, где будем хранить состояние основной памяти, где собственно наше приложение хранит свои данные, а shadow memory это соответственно состояние этой памяти. Вот так вот посчитаем. Вот пусть наш адрес из основной памяти будет соответствовать адресу в shadow memory с каким-то все там. То есть просто рядом расположили вот здесь вот у нас основная память, здесь у нас shadow memory. Один к одному мэппинг. Вот. И соответственно если у нас в shadow memory лежит значение что все плохо в основной памяти, тогда репортуем ошибку. Иначе делаем с этой память еще хотим. Какие здесь есть проблемы? Нужно много памяти. У нас в два раза больше требуется памяти чем раньше. Плюс поскольку мы каждый раз будем если мы хотим прочитать один байт из основной памяти мы будем читать два байта еще из shadow memory. У нас еще и кэш будет вымываться. Соответственно у нас довольно сильно просядет производительность. надо короче что-то придумывать. Надо оптимальнее надо. Замечаем что обычно при молоке используется выравнивание и обычно это выравнивание у нас на 8 байт. То есть даже если мы скажем не UCHR то все равно начальный адрес будет кратен 8. Соответственно у нас существует 9 возможных состояний этого кусочка из 8 байт. Соответственно что у нас есть? Первое состояние когда все 8 байт не кошерные. В этом случае в shadow memory мы будем записывать нолик. Отрицательное какое-то значение. Если у нас первый байтик кошерен а остальные нет. Значит соответственно мы в shadow memory запишем 1. Если 2 байта от начала то 2. Если 7 байт то 7. Если абсолютно весь чанг памяти у нас кошерный к нему аллоцированный к нему можно получать доступ к любому кусочку тогда мы запишем 0. Почему 0 именно здесь? Потому что с 0 проще всего сравнивать. А этот случай самый частый. То есть это оптимизация еще одна очередная. Несколько частных примеров. Например если мы взяли и сказали new int32t значит у нас будет вот такой кусочек. В shadow memory запишется 4 и у нас первые 4 байта кошерные остальные не кошерные. Соответственно если у нас 1 байтик то соответственно единичка. Хорошо. но мы не можем полагаться на то что менеджер памяти именно такой что он всегда все адреса при локации кратны 8 поэтому просто 8 поэтому мы возьмем и заменим молок на свой ну и new соответственно заменим все заменим и теперь мы абсолютно гарантируем что у нас так всегда. А коль скоро мы заменили менеджер памяти ну давайте он будет делать что-нибудь еще полезное. Он при локации памяти не только будет гарантировать нам выравнивание на 8 но будет также добавлять red зоны в начале и в конце блока. То есть если вот мы выделили такой кусочек памяти если мы по нему куда-нибудь побежим в начало например и промахнем мимо начала и пробежим немножко дальше то вот вот уже здесь у нас произойдет репортинг адрес санитайзера потому что там red зона буферная зона куда наступать нельзя соответственно вот этот сколько у нас 24 байта вот эти в shadow memory будут представлены тремя байтами отрицательное значение отрицательное значение и пятерка потому что здесь именно 5 байт используется из этих 8 вот так и тут я останавливаюсь если вопросы какие-нибудь поясняющие есть то я готов в чатике есть два вопроса один простой другой посложнее который можем отложить немного простой вот из множества санитайзеров которые ты упомянул какими реально пользуешься в итоге вот на большом проекте вот на рабочем я пользуюсь сейчас внедрен адрес санитайзер вот и экспериментально внедрен тренд санитайзера но там еще есть некоторые тонкости потому что опять он требует пересборки всего на более мелких приложениях там у нас на работе есть более мелкие что-то я для себя пишу я обычно использую ну примерно еще undefined behavior используют санитайзера хорошо и посложнее вопрос про сравнение асана в visual studio и функции application verifier но думаю это мы можем потом обсудить да это можно даже наверное в дискуссионку перенести окей камиль приди потом в зум чатик мы поговорим про это отлично ну good окей значит двигаемся дальше коль у нас одному байту в shadow memory соответствует аж целых 8 байт в основной памяти у нас мэппинг будет немножко другой но тоже простой возьмем и пусть shadow адрес будет равен адресу деленным на 8 соответственно layout памяти у нас получается вот такой где-то в самом начале у нас shadow а здесь у нас application прикладные данные лежат соответственно если у нас мы хотим куда-то получить доступ сюда чтобы сверху потрогать надо вниз поглядеть берем вот этот адрес делим на 8 идем сюда смотрим что здесь написано сравниваем понимаем если что рапортуем ошибку если все окей бежим дальше поскольку нам требуется запретить приложению случайно попортить shadow memory мы еще возьмем и за mprotect кусочек памяти в самом начале то есть вот эта красная зона это 8 часть от shadow соответственно если кто-то попытается получить доступ вот сюда вот прямо за карт кодит какой-то адрес то в начале поскольку у нас инструментированный код у нас приложение полезет вот сюда а здесь mprotected sigfold все хорошо report все упало то что нам надо ничего не попортилось в реальности вот именно так обычно не получается потому что в нулевых адресах у нас что-то полезное лежит типа текст области эльфа какого-нибудь что-нибудь такое поэтому shadow надо немножечко подвинуть наверх поэтому у нас еще добавляется такой оффсет соответственно shadow gap mprotected он переезжает сюда соответственно low shadow будет обслуживать нижнюю память вот эту вот этот кусок памяти в линуксе примерно 2 гигабайта размером вот верхний high shadow будет обслуживать high memory который вот там от бесконечности до сюда а shadow gap в середине ну соответственно пришли сюда поделили на 8 прибавили оффсет попали вот сюда пришли сюда прибавили оффсет поделили на 8 прибавили оффсет попали сюда mprotected все упало все как надо если кому-нибудь интересно конкретное значение для x86 64 линукса вот такой вот оффсет и вообще вот такая вот раскладка по памяти так у меня вопрос есть ли вопросы потому что ну как бы важно эту картинку понимать наверное еще нету но еще народ не осознал пока они не успели задать вопросы но есть замечание что у фартрана тоже нету гармошек коллектора не знаю зачем это было сказано ну окей идем дальше ну да фартран появился тогда когда убивать еще некого было по-моему даже кабола нельзя было убить потому что еще кабол не родился вот окей пойдем поговорим про стэк потому что в студии кучи у нас понятное дело редзоны раскладывает наш рандайм библиотека наш локатор памяти а в стэке разложить редзон рандайм библиотека не сможет давайте посмотрим как это делается вот у нас есть какой-нибудь массивчик из 13 байт и давайте соберем это дело с санитайзером вот чтобы это дело защитить здесь добавляются редзоны то есть это добавляет именно компилятор то есть у нас когда генерация другая получается вот он наш чар а13 добавляется редзона сюда размером в 32 байта сюда чтобы было выравнивание еще вот сюда 32 потом мы берем shadow memory вычисляем адрес так вот вот это вот это соответствует вот этому это адрес shadow memory вот здесь дальше заполняем shadow memory значениями если что ш это указатель на им 32 ну просто потому что у нас 32 байта редзона поэтому удобно иметь здесь 32 битные значения проще проще было shadow memory заполнять вот затем соответственно вот эта пятерочка потому что вот эта 13 это 8 плюс 5 соответственно вот 8 как мы помним если все байты у нас заняты то там будут у нас 0 и 5 ну потому что в следующих 8 байтах заняты только 5 элементов 5 байт заняты и соответственно потом у нас вот здесь приложение что-то что-то делает при выходе из функции мы в shadow memory помечаем все эти адреса как снова валидные чтобы у нас false positive потом не было так вопросы нет нет вопросов у матросов нет вопросов хорошо либо никто ничего не понял либо все все поняли но я надеюсь что это последнее окей теперь поговорим о том как и где организован код у адреса санитайзера где он лежит где его почитать можно поскольку у нас есть поддержка компиляторами поддержка рантайм библиотеки это два независимых куска как они зависимые куски друг с другом связаны но реализованы в разных местах для поддержки компиляторов это отдельная у нас реализация в кланге отдельная в GCC у них общего кода нет и есть рантайм библиотека рантайм библиотека ну соответственно в кланге GCC надо смотреть в исходниках кланга GCC соответственно рантайм библиотека у них плюс-минус одна и соответственно и соответственно все это в основном лежит и разрабатывается вот здесь то есть в LLVM и потом это дело бакпортируется вот сюда ну и просто портируется у GCC там даже есть специальный скрипт который позволяет адаптировать коды из LLVM дерева вот-вот-вот для GCC сборки билд-системы и так далее то есть у них плюс-минус одинаковый код ну то есть он одинаковый с точностью до ревизии вот так поехали дальше теперь дальше пойдут детали реализации поддержки компилятором самый большой толстый жирный раздел ну надо начать с того что я напомню просто как компиляторы современные все устроены у современных компиляторов есть фронт-энд есть вот у нас фронт-энд много фронт-энда очень много есть мидл-энд есть бэк-энд ну я надеюсь ну как бы все уже в курсе что фронт-энд это не только в вебе бывает да напишите в чате плюс если кто-нибудь когда-нибудь что-то пытался разрабатывать в самом клэнге или там GCC вот именно что касается языкоспецифичной части если вы этим занимались поздравляю вы фронт-эндчик вот но бэк-энчики тоже есть и это было все еще до того как появился веб вообще в принципе фронт-энд и бэк-энд уже были так вот санитайзер живет вот здесь тот кусок санитайзера который должен быть реализован в компиляторе то место которое занимается инструментированием кода но он живет конечно и сам по себе его клады должен позвать и фронт-энд может конфигурировать санитайзера то есть он может какие-то ему параметры создавать поскольку у нас санитайзер живет в мидленде он от фронт-энда не зависит у нас в итоге адрес санитайзер да и другие многие санитайзеры тоже реализованы не только для C++ ну потому что просто это на халяву например в GCC санитайзер есть для AD есть для D есть для Fartran есть для Go для LLVM есть для Go есть для D есть даже для Rust и для Swift тоже есть то есть вот этот список языков тут он довольно неплохо пересекает со списком убит C++ и вот Михаил на своем докладе говорил точнее не на докладе а на дискуссионной зоне потом говорил еще что и для Java и для Sharp делают санитайзер ну потому что от нативного кода все равно никуда не уйти и памяти когда надо эффективно надо все равно трогать и отовсюду вот и ансейф блоки в Rust тоже есть и в Go тоже есть и Data Race бывают тоже везде вот так что пришел C++ и всем раздался по санитайзеру что очень актуально в свете последних месяцев пандемии окей давайте посмотрим где у нас собственно в коде GCC живет код связанный с санитайзером он живет вот здесь буквально в трех файликах довольно компактно он свален прям таки в корень GCC это не очень удобно вообще организация кода у GCC довольно такая хаотичная но тем не менее и оформлено в логическом плане это дело в виде оптимизационных проходов по GIMP то есть вот так вот так вот эти проходы называются в LLVM соответственно немножко более адекватно сделано они уже были в курсе когда все это разрабатывали что бывает инструментация там самые разные трансформации есть и в частности есть инструментация кода и собственно туда адрес санитайзера сложен и оформлен в виде 2-х же проходов это адрес санитайзер пасс и модуль адрес санитайзер пасс первая из них это адрес AdressSanitizerPass инструментирует TLAB функции, собственно ваш код. Модуль AdressSanitizerPass создает глобальные перемены для поддержки AdressSanitizer. Ну там надо инициализировать AdressSanitizer. Вот тут я делаю паузу. Вопросы. Был вопрос задан еще до того, как ты упомянул, что были адрес санитайзера и для Rasta и для всех остальных языков. И из этого более конкретный вопрос, а возможно ли отловить циклические ссылки через санитайзеры? DixSanitizer это умеет. Хорошо, теперь будет немножечко ассемблера, потому что настало время посмотреть, во что же санитайзер превращает ваш код. Написали вот такую простую функцию, которая просто принимает указательный 64-битный интегер, и в этой функции мы просто туда пытаемся записать 42. Ну, типа почему бы и нет. Если кому-то ассемблер страшно, есть небольшая подсказка, что где означает. Давайте пройдемся по шагам, что здесь происходит. Вот здесь мы взяли этот самый указатель, который нам дали, и сложили его в регистр Rx. Потом мы это сделали, сдвинули на 3, то есть поделили на 8, прибавили нашу магическую константу, которую мы уже знаем, и сравнили с нулем. Если там... и потом смотрим результат сравнения. Если оно равно нулю, тогда все хорошо, пишем туда 42. Если не равно нулю, ну, извиняйте, будет репорт санитайзера и у вас все шлепнется. Нюанс. Если вот в этот момент у нас кто-нибудь нехороший возьмет и освободит память, вот когда вот мы вот сюда дошли, у нас переключился контекст, у нас другой поток начал исполняться, и там взяли и сделали память, куда указывает А, невалидный. То санитайзер все проглотит. Он спокойно себе пойдет уже на следующую строчку. То есть у нас репорта не будет. Мы вот сюда пойдем. То есть дата рейсы адрес санитайзер может иногда ловить, ну, то есть будет видно, что там что-то куда-то кто-то неправильно доступился, но не всегда. Для того, чтобы ловить дата рейсы, нужен трет санитайзер. Ну, давайте, наконец, уроним наше приложение. Функцию фум уже все видели. Вот здесь вот мы ее, собственно, и будем вызывать. Взяли, создали и удалили память и вызвали. Бум. Все упало. Все упало с диагностикой, все упало с очевидным сообщением хип-юз-автофри. Ну, собственно, что мы и хотели. Хорошо, давайте рассмотрим немножко более сложный случай. Немножко более сложный случай, когда у нас передается не красивый указатель на 8-байтное значение, а указатель на 4-байтное значение. В этом случае у нас генерируется немного более сложный код. Что здесь происходит? Мы, как обычно, делим на 8, прибавляем магическую константу, а дальше все начинается немножко по-другому. Мы адрес изначальный, вот этот, который у нас лежит в А, а у нас указатель, мы делим нацело по модулю на 8. То есть смотрим, с какого байта, внутри 8-байт, у нас лежит вот этот кусочек памяти. И прибавляем 3, 3, потому что, чтобы узнать индекс, ну, короче, до какого элемента там вот этот кусочек памяти будет длиться. То есть помещаем, и потом мы это дело сравниваем с тем, что лежит в Shadow Memory. То есть мы смотрим, не вылезает ли наш интеджер за вот эту границу. То есть вот поделили нацело, вот если он начинается, если у нас указатель вот сюда, то делим по модулю на 8, у нас вернется 1, вот она единичка, вот 0,1, вот она. Прибавляем тройку, у нас лежит по четвертый индекс, и четверка у нас вполне себе меньше, чем пятерка, потому что у нас в Shadow Memory лежит 5, потому что у нас здесь занято 5 элементов. Что будет, если у нас A указывает не вот сюда, а вот у нас такая ситуация. То есть вы прям пишите в чартик сейчас, если кто уже быстро сообразил. То есть вот у нас все 8 байт здесь свободны. Shadow Memory у нас здесь 0, ну, соответственно, потому что все 8 байт валидные. У нас указатель указывает вот на этот элемент, вот сюда. А и следующие 8 байт у нас невалидные. То есть там у нас память закончилась, там у нас минус единица лежит в Shadow Memory. Что у нас произойдет? Что у нас? Мы собрались с санитайзером, запустили приложение. Что нам адрес санитайзер скажет на выполнение такого кода? Да. О, народ пишет. Я вижу, что народ пишет. Выравниванием все хорошо. То есть у нас память выделялась блоками. Мы взяли, выделили вот 8 байт, все хорошо. А указатель у нас вот сюда вот указывает. Ну, как бы, типа, имеем же право. То есть такой код, безусловно, совсем не кошерный. Printer, предкаст, все дела. Но вот он такой не кошерный. Нас поймает санитайзер это или нет? Сейчас еще 30 секунд подожду. Если никто ничего не напишет, я расскажу. Не томи, Леша, не томи. Да ладно. У меня секундомер есть сейчас. Подождем еще. 15 секунд осталось. Ну, хабарим количество валидных байтов. Ну, да. Ну, здесь у нас 0, а здесь у нас минус 1. Все нормально. Ну, ладно. Никто не ответил, так что не буду томить. На самом деле санитайзер здесь нам ничего не продиагностировать. Здесь будет false negative. То есть мы спокойно запортим кусок, скорее всего, red zone. Вот. Я это дело проверял. И самое смешное, что если у нас это не в куче происходит, а на стеке, то на стеке у нас такой код спокойно выполнится. Ну, там же часть red zone мы там нагадили, и ничего страшного. Вот. А если собрать без санитайзера, то оно либо ломает соседнюю переменную, либо вообще сикфолк может произойти. Так что адрес санитайзер – штука не абсолютная. Кое-что может пропускать. Ну, вообще такой код очень сильно плохо пахнет, потому что, ну, тут как бы int32 не выровненный по адресу, но как бы все очень плохо. Вот. Так. Хорошо. Давайте немножечко нырнем в компилятор. Вернемся к нашему самому простому примеру, где у нас просто фу и от unsigned int64. Вот у нас сгенерировался вот такой код. И здесь вот есть тройка. Тройка, ну, очевидно, что это какая-то магическая константа, прямо в компиляторе должна быть, потому что он всегда тройку генерирует. Где-то тройка – это должна быть в коде компилятора. Давайте поищем. Находим. В GCC это прям-таки просто тройка, прям вот, прям, прям define, прям вот такой вот за хардкожено. Соответственно, это нигде ничего не меняется, используется прям вот так. Прям вот, прям константа-константа. В LLVM все немножечко интереснее. Во-первых, эта тройка – это дефолт ShadowScale. Если есть дефолт, значит, бывает, ну, наверное, не дефолт. Во-вторых, используется это вот так. То есть здесь уже прям-таки даже дефолт ShadowScale не используется, а используется поле какого-то объекта. Вот. И, соответственно, вот так вот granularity высчитывается. Давайте копать дальше. В GCC больше не смотрим, там все скучно. LLVM поприкольнее. Продолжаем искать. Что же у нас с ShadowScale вообще есть в коде? Повторюсь, там всего пара файлов в компиляторе, поэтому искать довольно просто. Немного кода нужно просмотреть. Всем советую. Находим, что оказывается, кроме дефолта еще есть ShadowScale для какого-то процессора Мериад, там равно 5. То есть не один байт в ShadowMemory соответствует не 8 байтам в основной памяти, а 32 байтам внезапно. Плюс находим, что у нас есть опция, которую можно задавать. А сам MappingScale прям так и называется. То есть прям можно конфигурировать, значит, прям надо. Если можно, значит, надо. Будем конфигурировать. Но чуть погодя. И до кучи еще есть конфигурация для оффсета. Но это помечено как экспериментальная фича. А MappingScale это прям-таки RockSolid, вот прям можно использовать без проблем. Смотрим, где MappingScale заполняется у нас. Находим. Туда у нас складывается... Вначале проверяется у нас этот странный процессор или нет. Если он странный, тогда туда складывается пятерка. Если не странный, тогда туда складывается тройка. А потом смотреть, задан ли конфигурационный параметр. Если он задан, тогда туда складывается то число, которое нам задали. Окей. Давайте же попробуем применить. Вот у нас было. Была тройка. Собрали с дополнительными параметрами. Пусть это будет двойка. И видим, что таки, да, что у нас теперь вот здесь вот у нас двойка. И вот здесь был байт, а стал Word. И плюс у нас еще и вот это вот число поменялось. Ну, понятное дело, что у нас теперь Mapping немножечко уполз. Shadow Memory немножко в другом месте расположено. То есть я так вот переключаю, чтобы было видно, что тут все меняется. То есть реально работает. И хочу заметить, что вот этот параметр, это не параметр Clang. Это параметр именно LLVM, то есть middle-end и back-end. Clang про это, в принципе, ничего не знает. Он просто прокидывает это дело сюда. Соответственно, в принципе, это должно работать и для других компиляторов. Не только для присылок. Ну, если они там, конечно, пробрасывают. Но есть нюанс. Если вот так собрать наше приложение, то работать оно нормально не будет. Потому что кроме инструментированного кода у нас еще нужна поддержка рантайма. Чтобы кто-нибудь в эту Shadow Memory что-нибудь складывал. Здесь мы читаем, а кто-то должен Shadow Memory еще и заполнять. Этим занимается рантайм. Если мы не говорим о RedZone, которые просты. Соответственно, рантайм надо перекомпилировать и прикомпилировать с вот таким параметром. Ну, то есть его надо сконфигурировать. Он с шмейком собирается. И вот такой параметр надо задать. Вопросы? Было наблюдение, что у ГЦЦ 10 бинари с Асаном стали тоньше, чем, например, у того же кода, собранного с ГЦЦ 8. За счет чего? Было предположение, что RedZone стали меньше, но я не думаю. Может быть, просто за счет более оптимальных манипуляций с битиками для негонулярного доступа. Что я видел, что они периодически мудрят с RedZone на стеке. То есть вот то, что я показал, там, где сверху 32 байта, потом еще добивается до 32 байта, еще 32 байта. Вот это сделали меньше. То есть там, по-моему, сейчас просто 32. Но за счет константы 32 оно не станет меньше. Код ровно такой же. Там просто с sub.rsp будет другой. Не, мы же складываем в Shadow Memory. Там на одну инструкцию меньше получается. Для каждой функции. Ну, то есть там прям код, который исполняется. Мы не просто сдвигаем что-то куда-то, мы еще это и заполняем всяким. И в Shadow Memory лазим. Но я не уверен, что именно это сыграло роль. Надо посмотреть, что в 10-ом GCC. То есть, откровенно говоря, я не смотрел. И многое из того, что я сегодня рассказываю, это основано даже на совсем древнем GCC 7.3, потому что я просто с ним работаю. Но я периодически проверяю, как оно в современном кланге, как оно в современном GCC. Ну, то есть, глаз у меня не зацепился пока что за GCC 10. Надо посмотреть по пристали. В зуме, если всплывет этот вопрос заново, посмотрим в год болте, чем отличается. Ага. Поехали дальше. Давайте посмотрим, что происходит со стеком вообще. Ну, основную идею, что происходит со стеком, все видели. Но просто берем вот такую функцию, которая просто есть у нас на стеке переменная. Кто присваивает скоте изначальное значение, больше вообще ничего не происходит. Собрали без осана. Получили вот такой код. Собрали с санитайзером, а получили такой же код. То есть, никаких red-зон, ничего, никто ничего не защищает. Но, замечу, у нас собрано без оптимизации, и реально на стеке эта переменная есть. Вон, тройка, она сюда пишется. О, вот, она сюда пишется, то есть, она тут не выкинула ничего. Хорошо. Теперь пусть у нас A будет volatile, и сразу получаем вот такую простыню. То есть, очевидно, что компилятор что-то подумал и решил, что все-таки надо, кажется, защитить. Причем, если посмотреть вот здесь, вот этот вот кусочек, это на самом деле код, сгенерированный для стек-use auto-free. Auto-return, я не знаю. Вот. То есть, даже если эта опция выключена, она в рандайме выключается-включается, код для нее все равно генерируется. То есть, хоть ты это и не используешь, ты за это все равно платишь, но платишь немножечко скоростью в рандайме. И сколько-то в плане размера бинарей. Хорошо, давайте попробуем включить все-таки оптимизацию. Ну, 31 инструкция стала, вместо 36 не очень-то сильно ужалась. То есть, у нас осталась все еще вот эта вот защита стек-use auto-return. Вот здесь у нас радиозоны. Всякое такое. Хорошо. Давайте уберем volatile, но добавим вызов какой-то внешней функции, передадим туда по ссылке. Ну, в принципе, то же самое. Что происходит? Компилятор и, соответственно, АСАН используют escape analysis. То есть, он определяет, может ли переменная сбежать из текущей области видимости. Если он может сбежать, тогда ее надо защищать. То есть, родзона добавить, вот это вот все. Если не может сбежать, то ничего добавлять не надо. Не нужна лишняя кодогенерация, не требуется лишняя защита и накладные расходы в run-тайме и в compile-тайме. И escape analysis используется для оптимизации и работает даже при O0. То есть, он работает вообще всегда. Вы это дело не отключите. Соответственно, нет сбежавших переменок, больше безопасности и больше производительности. Хорошо. Теперь давайте, наконец, поговорим немножечко про run-тайм. Что у нас делает run-тайм? Ну, как минимум, run-тайм у нас должен перехватить все вызовы молока, free, new и busy. Можно было бы, конечно, пересобрать как-нибудь хитро стандартную библиотеку, но это не вариант, потому что мы хотим включать-выключать санитайзер быстро. И, ну, в общем, да. И пересобирать стандартную библиотеку все время не хочется. Плюс, malloc free, new delete может быть вообще какой-нибудь пользовательский, какой-нибудь или в библиотеке. Но, как бы, смысла в этом большого нет. Полагаться на то, что будет всегда все правильно пересобрано. Что же делает run-тайм санитайзеров? Ну, адрес санитайзера в частности. Он эксплуатирует такую штуку, что если у нас есть вызов какой-то внешней функции, то она будет искаться вот так. Так, вначале мы ищем у себя, а потом по порядку загрузки сошек. То есть у себя, потом сюда, потом туда и до самой первой загруженной сошки. Если нашлось, хорошо, не нашлось. Ну, упс. Окей, давайте мы воспользуемся этим же и напишем свой собственный malloc. Ну, почему бы и нет. Взяли, в маглую написали и прям такие в свой бинарь положили, прям рядом с майном. Наш malloc очень полезный. Он память не выделяет. Он просто берет и печатает hello. Возвращает всегда 0. Собираем, запускаем. Видим, печатает hello. Отлично. Теперь нам хочется взять и сделать его немножко более полезным. Пусть он hello, конечно, печатает, но при этом еще и память выделяет. Свой менеджер памяти мы при этом не хотим писать. Потому что это, во-первых, сложно, во-вторых, лениво. Будем использовать труд других людей. Для этого нам потребуется найти тот malloc, который мы, собственно, перекрыли своим собственным. Для этого мы будем использовать POSIX функцию delSIM. Вот это вот. И с двумя параметрами. Первый параметр next говорит, что найди-ка ты malloc, следующий после нас. То есть вот на единичку глубже посмотрели. По, собственно, последний параметр говорит, что именно искать. То есть символ с названием malloc. Если он находит такую штуку, он нам возвращает указатель. Не нулевой. Если не находит, возвращает нулевой указатель. Здесь я на нулевой указатель не проверяю, потому что на слайдах приложение упасть не может, если я этого не захочу. В реальном приложении придется проверять. Берем, сохраняем, кастим, вызываем. Все, отлично. Теперь вызов нашего malloc вот такой. Печатает hello. И до кучи у нас еще теперь и память утекает. Потому что мы значения никуда не сохраняем. И никогда не делаем ему free. Вопросы какие-нибудь есть? Всем ли все понятно? Да, был достаточно коварный вопрос. А как отлаживать непрямые утечки? Из того, что пишет лик-санитайзер, вообще не очевидно, откуда течет. Кажется, это долгий ответ. Да, но indirect leak это всего лишь означает, что, грубо говоря, A ссылается на B, а B ссылается на A. И у тебя вот такой цикл, он целиком утек. Но это можно в дискуссионной зоне поговорить. Потому что, во-первых, это лик-санитайзер, а не address-санитайзер. А лик-санитайзер штука вообще очень интересная. Я готов про это поговорить в дискуссионной зоне. Да, разумно. Ну, коль все все поняли, я надеюсь, двигаемся дальше. Теперь давайте посмотрим, как это в настоящем санитайзере, в библиотеке санитайзеров реализовано. Посмотрим прям таки в живой их код. Код лежит вот здесь. Можете посмотреть сами. Вот здесь. И есть замечательная функция intercept function. Сюда передается 4 параметра. Первый параметр – это название функции, которую хотим перехватить. Например, malloc. Это вот у нас out. То есть это выходной параметр на самом деле этой функции. И самое полезное, что делает функция, это пишет в указатель, который лежит по этому указателю. Это указатель на указатель на самом деле. И еще два вот этих вот аргумента. Последний аргумент нам будет нужен. Этот нам будет не очень нужен. Они сравниваются, если, грубо говоря, все хорошо, если они совпадают. Если они не совпадают, значит у нас что-то где-то слинковалось неправильно. Это немножко отдельная тема. Я ее рассказать не успею. Вот. Так что просто поверьте, что вот это вот, вот это условие, оно важно. Для интернал, именно, санитайзеров. И это появилось относительно недавно. Они попиксили это дело где-то год назад. Хорошо. Что у нас происходит? Вызываем еще одну свою внутреннюю функцию getFuntAdder, куда мы передаем имя, кого хотим перехватить, и указатель на нашу wrapper функцию. Записываем это дело в наш выходной параметр и возвращаем true или false в зависимости от того, получилось нам перехватить и найти эту функцию или нет. То есть intercept function возвращает единичка, если у нас все хорошо, и intercept удался, и оно гарантирует, что у нас с interceptом все будет хорошо. Либо нолик, пардон, false, если что-то где-то пошло не так. Посмотрим глубже getFuntAdder, что оно себе представляет. Оно себе представляет вот такую штуку. Здесь нам знакомый dl-sim с next и именем функции, которую мы ищем, именем символа. Соответственно, проверяем. Если нашли, тогда все нормально, и возвращаем return adder этот самый. Вот сюда. Идем сразу. Если adder внезапно ноль, тогда просим dl-sim вообще найти хоть что-нибудь. То есть следующего нет, но есть шанс, что у нас порядок загрузки был неправильный. И эта функция все равно есть, мы ее перехватить не можем, конечно, но адрес мы все равно должны вернуть. Потом сравниваем полученный адрес с фрапером. Если мы нашли сами себя, тогда возвращаем ноль. Все. И возвращаем адрес, который мы там нашли. Интерсепторы у нас перехватывают в санитайзере malloc free new delete. Понятное дело, все, что связано с памятью. Стандартные POSIX функции, которые небезопасные, и которые нам тоже надо бы перехватить, потому что туда прям сырые указатели засовывают. Сама реализация этих функций, она собрана без санитайзера в стандартной библиотеке. И если там будет ошибка, то мы это не поймаем, а ловить надо. И все, что связано с переключением контекста, с переключением стэка, вот это вот все, потому что нам нужно вовремя помечать стэк как валидный, что туда снова можно что-нибудь писать, читать. Иначе у нас будут false positive. И еще нюанс. Адрес санитайзер не перехватывает map. То есть он map не перехватывает, другие санитайзеры перехватывают, а адрес санитайзер не перехватывает. Но если он его не перехватывает, так давайте же его запишем. Ну, надеюсь, что такое map, знают примерно все. Map – это штуковина, системный вызов, который говорит, дай мне память, точнее, и указатель на начало этих адресов. И когда я туда буду читать, писать, тогда будет выделяться уже физическая память под эти адреса. Эдакий хардкорный, системный, аллокатор памяти. Только без всяких оптимизаций, без буферизации, без вот этого всего. Каждый вызов map – это ядерный вызов. Дорого. Да, но молоки именно это и реализованы обычно. Итак, вопрос. Вот такая программа. Мы берем, вызвали, выделили память через map, получили адрес, немножечко покастили, и попытались туда записать 42. Как вы думаете, будет ли у нас здесь… И собрали, я делал все с санитайзером. Скажет ли нам что-нибудь санитайзер на это? Map он не перехватывает. Кто думает, что санитайзер здесь что-нибудь поймает? Напишите в чатик плюсик. Ну, видимо, никто не считает или все заснули. И то, и другое – хорошо. Полезный сон, он полезен. На самом деле у нас ничего не произойдет. Потому что в Shadow Memory у нас по умолчанию нули. Это позволяет избежать false позитивов. Таким образом, если вы у себя используете замапленную память и туда лазаете, то адрес-санитайзер ничего не знает про всю эту движню и ничего не произойдет. В Shadow Town будет подглядывать, но там будут нули. О, плюсики есть. Отлично. Хорошо. Ну, давайте сделаем, чтобы познакомим эту память с адрес-санитайзером и адрес-санитайзер с этой памятью. То есть, допустим, мы написали аллокатор свой. Мы там выделили кусок, но весь этот кусок, еще там ни один объект не размещен. Надо его пометить как некошерный. Давайте сделаем. Для того, чтобы это сделать, в адрес-санитайзере есть два макроса. Отравить память и разотравить память. Или как это сделать, как это сказать, вылечить память. Куда мы передаем адрес, начало памяти, куска памяти и его размер. Добавляем. Говорим, что первые 8 байт из этих 4 килобайт плохие. Собираем. Упс. Немножечко не туда. Кнопка End попалась под руку. Собираем, запускаем. Видим, что да. Теперь у нас все ругается. Все хорошо. И видим, что у нас тип ошибки useAutorPoison. То есть, он именно знает, что именно пользователь отравил эту память. И выглядит это в Shadow Memory вот так. То есть, вокруг у нас нули. Вокруг у нас нули. И именно тот байт, который отвечает за наши 8 байт в Shadow Memory, туда записан на F7. F7 меньше нуля. Ну, понятное дело. И если посмотреть подсказку, которую санитайзер каждый раз печатает, F7, это как раз и означает, что эта память отравлена пользователем. Итого, если мы вспомним вот этот слайд, то на самом деле здесь будут не FF, не минус единички по краям в Shadow Memory записаны, а FA. FA это означает, что это родзона в хипе. То есть, в Shadow Memory у нас не просто какие-то отрицательные значения, а значения, которые нам помогают диагностировать ошибку более точно. Хорошо. Так, у нас осталось где-то минут 7. Я не знаю, я может быть успею пример C++ рассказать последние... Пять минут. Или нет? Пять минут, да. Ну, давайте попробую. Или можно сейчас на вопрос прерваться. Не знаю, как лучше. Ну, давайте попробую рассказать. За пять минут, может, и успею. За четыре уже. Окей, пример из жизни. У нас в файлайнах каждый год бывает серия Code Quality, где мы самые типичные и интересные ошибки разбираем всем составом. Вот они год копятся, потом мы это дело смотрим. И поскольку я санитайзеры внедрял, у нас появилось достаточное количество ошибок. И вот такой был интересный пример, я его упростил. Санитайзер его именно поймал, именно в продакшене прям. Не в продакшене, в тестах. Что здесь происходит? Здесь у нас мапа. Здесь есть некий дата холдер, он держит мапу. BeginDict возвращает итератор на начало мапы. Delete удаляет по ключу что-то. Вот здесь мы берем и говорим, что давай возьмем ключ из первого элемента и удалим вот этот элемент. Не проблема. Что происходит? Идем сюда. Здесь мы удаляем первый элемент, первую пару. А здесь пытаемся это дело распечатать. Понятное дело, ключа у нас здесь уже нет, потому что на предыдущей строчке мы его удалили. Поскольку сюда он пришел по ссылке. И как бы я после доклада своего внутри этой компании думаю, соберу-ка я этот пример санитайзером у себя локально. Собираю, запускаю, а нету рублини санитайзером. Что за фигня? Хорошо, собираю с оптимизацией. Есть рублини санитайзером. Что за фигня? Фигня конкретная. Думаю, ну, сяу, сера, это же сложно. Заменю-ка я на принт. Принт заменил, собираю. А все то же самое. С оптимизацией все хорошо. В смысле санитайзер все падает. А без оптимизации все работает. Так не должно быть, думаю я. Пишу принт более человеческий, такой развернутый. Собираю. Теперь и без оптимизации падает. Что происходит? Происходит-то что? Давайте разбираться. Берем такой простой принт. Видим, что у нас здесь принт заменяется на пуц. То есть компилятор, он умный, он понимает, что принт мы используем тривиальным образом. И вот в этом месте, вот в GimpleFold внутри GCC, он заменяет такие принты на пуцы. А пуц в моем санитайзере, в моей версии, не перехватывался, а перехватывался только принт. Хорошо, с этим разобрались. Теперь разберемся со строкой. Берем вот так вот cstr, возвращаем указатель. И как бы компилируем с санитайзером, видим вот этот вот вызов. О. И понятное дело, что это в стандартной библиотеке, она собрана без санитайзера, понятно, почему там нет ошибки. А если мы собираем с оптимизацией, то здесь уже никакого вызова нет. Здесь мы прям-таки обращаемся. И здесь прям возвращаем указатель, как мы знаем. И вот здесь у нас есть теперь проверка. Код у нас теперь инструментирован этой функцией cstr. Вот. Что происходит? Происходит у нас, экстерн темплейт происходит у нас с basic string. Что это означает? Это означает, что, допустим, у нас есть шаблонный класс какой-нибудь S. Если мы говорим экстерн темплейт, мы говорим компилятору, что инстанцированный класс с этим типом, чаром, где-то уже скомпилирован. Ты сходи, то там возьми, здесь используй, вызови функцию foo. Вот. Но поскольку доступ у него к этому исходнику все равно есть, и у нас здесь нету... Ну, короче, у него здесь все есть. И на самом деле при высоких уровнях оптимизации компилятор имеет право взять и заинлайнить эту функцию. То есть он в этом месте инстанцирует этот шаблон сам еще раз, хотя он и экстерн. Вот. И использует инлайн функцию прямо вот здесь. А поскольку мы собираем на этот раз уже с другими опциями, с санитайзером, у нас вставляются проверки. Таким образом, в оптимизированной сборке у нас получается проверок больше иногда в этом случае, чем в сборке типа дебажной с дебаг-инфой, с о-ной и так далее. Все. Спасибо. Ты идеально успел вовремя. На этом мы переходим в дискуссионную зону и заканчивается трансляция. Да, спасибо. Действительно успел прям как раз, как раз вовремя. Так что я желаю вам удачи в дискуссионной зоне и пока-пока. До скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok